Привет, подписчикам и гостям. Я Джетли и мы сегодня с вами в зимнем лесу. Зимний лес я особо люблю, когда особенно ничего холодного нету, но в плане порыва фетра там и прочего. Вот. Что я тут делаю? Я тут гуляю, потому что после нового года лучше всего конечно же погулять. Вот. Пошла я не как обычно, не вечером, но как проснулась, короче. Ну типа днем, я обычно вечером просыпаюсь. Почему? Потому что могу. Сейчас я вам покажу лесок, потому что это просто волшебно. И этот лесок я, по-моему, еще не посещала, но у меня в планах посетить большую часть леса в том месте, где я проживаю. Потому что мне кажется, это классно. Я вообще люблю леса. Была бы моя воля, я бы уехала нафиг жить в лес и жила бы в лесу. И все. Это все, что я бы делала. Сейчас. Так. Просто еще у меня он открыто. Тик. Дерево. Дерево выращено. Тут очень много всего, но все белое. Такое белое я не могу. Аж глаза режет. Знаете, до лечения я ходила постоянно в темных очках, особенно зимой. И... Ну как? Ну, потому что глаза резало. Типа больно было смотреть вообще на белое. У нас снег. Он же отражает свет на, конечно же, солнышко. Вот. Ну, пейзажки, конечно, однообразные. Но я думаю, мы с вами еще сейчас на дорожку какую-нибудь выбредим и будем гулять по дорожке. Вот. Как-то так. У меня новый маникюрчик. Так. Камера. Давай. На маникюре фокусируйся. Фокус на маникюре. Он не хочет фокусироваться на маникюре. Ладно, на второй руке фокусируется. Ну, вторая рука. Да. На второй руке фокусируется. Почему на первой не фокусируется? И... Вот. Идеально. Именно так мне надо снимать видео, да? Сейчас, короче, не знаю, что будем делать. Будем просто гулять и вдыхать ароматы леса. Тут еще, кстати, есть ковка. Но что-то я подошла, посмотрела. Ковка сегодня не работает. А жаль. Сегодня вообще много чек не работает. Ну, потому что выходной. Ну, в принципе, я запомнила, где эта ковка находится. Так что потом буду звонить и выяснять. Я не скажу вам, что мне надо. В этой... В этой заведении в ковке. Так много ковки, что прям я лошадь. Если бы не некоторые факторы, типа того, что мерзнут ноги, то тут было бы вообще офигительно. Вообще, я думала, что я поеду сюда ночью. Ну, как ночью-вечером, когда уже темно. Но потом я подумала, что надо будет либо с собой какое-то освещение брать, либо еще что-то. И забила. Вот. Новогоднего настроения как ни было, так и нет. Потому что кто-то в Новый год занимался не тем, чем надо. Ну, типа работал, все дела. Сейчас, блин, сейчас вам, блин, показывать красоту природы. Сейчас, ну, давай, давай. Камера мне, конечно, не придает этот насичный свет, мне ее надо настраивать. Просто мох. Давай, мох. Я люблю мох, он красивый. Типа, мои вкусы весьма специфичны. Ну, тут посмотрите на эти заросли, маховинки. По-моему, очень красиво. Блин, теперь у меня есть желание порисовать маху. Надеюсь, меня тут никто не съест. Было бы очень обидно. Давайте еще походим. Я вот не знаю, что вам рассказать. Я могу вам рассказать о том, как я открывала ИП и закрыла его. Я могу вам рассказать о своих планах на январь тире февраль. Потому что планов до хера, а время и не хера. Но благо я договорилась с некоторыми людьми, чтобы они мне немножко помогли во всем моем задуманном. И, знаете, что? У меня камера настроена, походу, на домашнее освещение. Что там такое? Ой, я, кстати, вам могу рассказать, как я один раз ночью, летом, короче, гуляла по лесу. Таких флешбеков, блин, наловила просто жопа. С тех пор, короче, я не гуляла ночью в лесу. Так, и что тут у нас есть? У нас тут все однообразно. Знаете, единственное, что хорошо, я потом по следам своим найду место, откуда я сюда зашла. Ну, типа, как мне отсюда выйти? Это единственное, что хорошо в зиме. Но не всегда. Знаете, не всегда. Вот. Конечно же. Верхушки ели. Я подпитаю, подпитаю, блин, надежду. Сейчас, короче, кто-нибудь услышит, что я надежду пытаю, и все, пиздец мне. Питаю надежду, что я когда-нибудь еще раз пойду в Карелию. И в этой Карелии я сниму для вас видосик о том, как сосны упираются в небо, когда на горизонте только луна, но звезд нету. И ничего нету, потому что ни хрена не темно, светло. я вот не знаю, куда мне пойти, направо или налево. Как вы думаете? дайте пойдем сюда, раз уж мы тут. Вот. В зимнем лесу еще очень хорошо то, ну, как, ладно, 50 на 50. Хорошо то, что особо не скроешься. Слышите? Звук зимы. На меня падает всякая шушера, капли, листочки, опавшие, все прочее. И, конечно же, птица, как вот сверху. Хотя, за что я люблю зиму, за то, что у меня есть птица какая-то. Шучу. И как вот. Я вам хочу показать вот эту штуку. Ну, давай. Ну, давай. Маленьше, какая штука. Ну, спусируется так на фоне. Мне не нравится. Вот. Есть еще, конечно, вариант, то, что у меня скорость сядет батарейка. Я тут скоро заболожусь еще. И все, и все. Идем вперед. Тут, возможно, нужно есть дрозды. Но, знаете, в... Блин, как же это называется? Вот у вас бывает такое, что вот слово прям вертится в голове. Но ни хрена вы его не можете вспомнить. Пару минут. Сейчас я вернусь. Короче, я немного отошла от того места и там упала. Упала. Упала с елки. Что-то. Короче, я вам сейчас буду рассказывать, может быть, с педжимами, как я гуляла ночью по лесу и просто, блин, было настолько стрёмно, что пиздец. Я гуляла по лесу в деревне и гуляла по лесу в городе. Ну, как в городе, там где я живу, конечно же. Вот. И, ну, в деревне я боялась, что меня там какой-нибудь медведь утащит, да, или волк, или что-то ещё. На подобии этого. У нас там ещё легенды такие ходят. Некоторые легенды я сама выдумала и, короче, внесла в местный фольклор. Но они там закрепились. Короче, классно. Вот. А некоторые, типа, уже были, и я так говорю, чёрт, возможно, это кто-то такой же, как я, просто выдумал и занялся. А, возможно, нет. Возможно, они очень старые. Ну, не суть. Короче, где было страшно, страшнее было в городе, потому что я как-то раз наткнулась летом. Летом, когда всё зелено. Когда всё красиво. На пенёчек белый. Сейчас. Бля, ребята, уже сейчас сыкотно, потому что с верхушки оттуда тоже чё-то упало. Всяк. Ну, там, конечно, ветер. Просто, знаете, я существо немножко сцикливое в плане того, что тогда нихрена не понятно. И ты ещё о чём-то таком рассказываешь. Короче, жопа. Ну, если чё, кто-нибудь найдёт эту камеру и посмотрит. Я думаю, я всё запишу. Короче, оттуда у себя на белый пенёк. и меня переклинило. Короче, меня глюкануло. Я думала, что да. Ну, призрак, то ли собака. А ночью собак я очень не люблю встречать, потому что, ну, типа у меня, кстати, уже были очень такие неудачные эксцессы. вот. Ну, блядь, кто это? Короче, ладно. Были на удачные эксцессы, о которых я, может быть, расскажу. Ну, в общем, я ещё с собаками бралась. Ну, не так, что у кого-то покалечить, да, просто как самооборона, потому что они у меня нападали. Вот. Как-то так. ладно. Сейчас, короче, продолжим. На самом деле, я тут не одна, я тут с Крисом. Вот. Ну, ладно. Короче, на суть. Вот, типа. Я не хожу обычно гулять, по крайней мере, тут не вытащит. И сейчас мы, кстати, с вами будем проходить мимо этой ковки. пока тут есть кое-что поинтереснее, там ещё даже где-то мигает свет. Возможно, кстати, ковка сегодня открыта, но может, там просто перерыв на обед был. Ну, просто по тому, как там упал плакат, мне кажется, там никого нет. А если там есть, я прям перезруюсь. как-то так. Сейчас, короче, будем назад идти, а я вам покажу. А я вам покажу. все, что вы хотели увидеть в зимнем лесу, набоялись. Да ладно, тут ничего такого нет. Так, а где мои следы? Где же они? Давайте искать. Где следы? Крис, ты видишь следы? Мои. Ти-ти-ти. Че? Ипатит мы можем нахуй. Блин. Так, тут есть какие-то следы. Не знаете, они запорошенные. Запорошенные. пыль и времена. Где, гадюки, вот это? Мы идем. Так там ковка, по-моему. А, ну, я не знаю, че, снег идет или че. Можно увидеть, а снегу следы. Ну, на снегу следы есть. Просто очень странно, что мои следы так быстро исчезают. Ну, ладно. Короче, я не знаю, надо камеру настраивать, а мне так впадло. Я, наверное, на компе цвет коррекцию сделаю, и все. Просто забью на все это. куда? 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 Ну, видимо, отсюда. Уже темнеет. И может перенимать. Наверное, кончено. Почти. Я еще готовлю найти. сюда, если че, можно доехать на 23-м. Смотри, кто там. Ти-ти-ти. Что это? Это пенек. Это не камера. Это мои глаза. Я просто вижу, как сок с помощью этой камеры. Вот тут ковка находится. И сейчас мы на нее еще раз посмотрим. Тут еще собакенцы какой-то бегал. Вот. и куда? И где? Верхушки трясутся. Опаньки! Следы! Тут ходил кто-то еще. Тоже собачки написали. и офигеет просто как иногда леса загаживают. У нас просто даже в деревне в принципе принято если посидел, пожрал, что-то сделал. Короче, мусор за собой собираешь и вывозишь на мусорку. Порожек, ступенька. коротко о том, как я не падаю зимой. Я надеюсь, это не закрытая территория и тут типа можно это снимать потому что иначе меня просто ведут. Ладно. Там дорога, а вон там ковка. не пашет. Машина, да. Вот плакат. Ну тут вроде были люди. Ни хер короче узнает. Тут лампочка горит. Ну вы видите лампочку. Возможно там тусуется. Возможно еще что-то. Еще мне кажется я нашла идеальное просто место если я захочу посмотреть. Ну да, борщевик тут тоже есть. Сейчас у меня что-то запись 0 минут осталось. Хер узнать. Ладно. Не знаю что-то на экране мигает. Запишется не запишется по херу. Похожу пока так. Вот. Там поле просто поле. Ну не полностью поле да большое. Субтитры 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 создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok